Хотелось бы поподробнее. Как ты переехал в Америку? Пришли классные парни из Бонтегратора, подкинули денег, сказали, Денчик поехал с нами. Я не дурак согласился. Как ты вообще видишь свою профессию в ближайшем, ну или даже, может быть, не в ближайшем будущем? Будет те же самые с админом, просто требования к ним немножко поменяются. На все один совет. Ну, а он универсальный. Потом ты можешь сказать, блин, Денчик классный парень. Можно прикинуться политическим беженцам и сексуальным меньшинством. Самый щепетильный и любимый вопрос моих подписчиков, я хочу задать тебе, где деньги? Всем привет! Вы на канале ProgBlogTV. Меня зовут Вика, рядом со мной Денис Зуев. И мы продолжаем наш разговор. Можно просто Денчика. Денчик. Денчик. Все просто. Денчик. И мы продолжаем наш разговор о сертификатах, о пути в IT. IT. Пути в IT. И поговорим сегодня о интересном, о переезде в твоем США и о собеседованиях, и, конечно же, сертификатах. Поэтому продолжайте смотреть. Мы немножко с тобой затронули уже тему переезда в Америку, но хотелось бы поподробнее. Как ты переехал в Америку? Как это произошло? В каком плане? Ну, я не знаю, виза. Взял, купил самолет, переехал. Да, это понятно. Но, тем не менее, для того, чтобы здесь приехать и начать работать, здесь нужна рабочая виза. Да, изначально я переехал сюда по B визе и провел тут какое-то определенное время. Так скажем, я как раз вот был в Калифорнии и медитировал, ходил в тренджерный зал, общался с людьми. В общем, have fun. Все было очень круто. До тех пор, пока я не получил L1A визу. То есть ты сначала работал в Москве, правильно? Да, сначала работал в Москве, потом пришли классные парни из Булл-интегратора, подкинули денег, сказали, Денчик, поехали с нами. Но я не дурак согласился, поехал с ними. И они мне сделали визу от L1A. Это значит, что делали трансфер внутри компании, да? Да, да. И ты переехал сюда и продолжил работать на них? Да, да. Именно сюда, в смысле в долину? Да, сперва в долину, а потом мне нашли заказчика, потом появился классный заказчик Санчо Линк. И они говорили, хотим Денчика, платим очень много денег, хотим его. И все, у меня особого выбора не было. И ты поехал куда? Я в Денвер. В Денвер. Ну, в Колорадо, не совсем в Денвер. Все просто знают, что Денвер, Денвер. Никто не знает, там Highlands Ranch. Да, да. Да, в Денвер. Расскажи, как вообще, если сравнивать Калифорнию, Денвер, как тебе в Денвере жилось? Насколько там развита IT-индустрия? Там достаточно развита. Слушай, IT-индустрия развита, в принципе, по штатам везде. Вот если мы сравниваем, например, Россию, где-то есть только Москва, и в штатах она есть везде. То есть ты, блин, возьмешь любой штат, так, ну, так, сама знаешь, что, что, если взять силиконовую долину, это не просто там маленький город. Вот это прям, ну, это реальная долина, она простирается вот там, от сих до сих, и везде вот эти компании там понатыканы. У меня просто почти до Лос-Анджелеса, потому что в Лос-Анджелесе сейчас тоже такой IT-индустрия. Ну вот, да-да, и нет, там в ЛА тоже очень много, я вот как раз в понедельник, когда, ну, я завтра лечу в ЛА, у меня тоже будет проект в ЛА на неделю, да, там я тоже буду всякие классные штуки настраивать под названием OpenShift и контейнеры. И, да, это везде, то есть это везде по штатам, то есть нет такого места, что там прям вот есть силиконная долина, это прям вот, знаешь, единственное место, где есть IT. Нет, оно есть везде, поэтому Денвер в этом плане тоже достаточно развитый, то есть мне там было очень интересно работать, там были очень интересные проекты. Ну, а расскажи о самых интересных проектах, потому что у тебя действительно уже богатый опыт работы, вот выдели какие-то самые интересные проекты, расскажи про них. Ну, вот один, который мы строили, это, ну, можно парочку затронуть, вот, например, CenturyLink и VATNT, в CenturyLink я занимался построением и автоматизацией центров обработки данных, то есть, грубо говоря, есть, я дали, ну, дали тебе пустое место, вот, дата-центр, там вот, просто вот, скажи, вот это вот кусок, кусок, вот это место нам нужно, чтобы здесь был дата-центр, здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь, завтра, вот, и твоя задача именно сделать так, чтобы это было все очень суперкруто, круто, надежно, разбалансировано и очень дешево, сказать, чем ты там занимался, ну, это было реально все, то есть, мне нужно было договориться с виндерами, там, о лучшей цене, там, на сервера, знаешь, там, сравнить все решения, взять все эти квоты, потом, вот это все правильно задизайнить, то есть, там, были не только там сервера, там, были там сети, были сервера, да, были какие-то системы, мониторинг, еще чего-то, еще чего-то, то есть, вот, например, программеры в основном занимаются чем? Разбродкой приложений, то есть, они сидят там херачат свой код и вот им вообще все до фонаря, понимаешь, вот у меня как раз была такая работа, чтобы вот, чтобы кодером было все до фонаря, то есть, я вот делал вот это все до фонаря, потому что это же нужно, там, и питание, и сервера, и сеть, и чтобы что-то, если где-то что-то навернулось, чтобы оно по-прежнему работало, и чтобы это все было автоматизировано, если где-то что-то навернулось, что оно автоматически должно было, как там, делать failover, и чтобы, и данные, чтобы не пропали, потому что, я думаю, любой кодер расстроится, если он там херачил-херачил свой код, куда-нибудь его закомитил там в гид, а завтра этого нету, понимаешь, и весь твой труд, там, недельный месяц, даже дневный, он напрасно, вот, моя как раз задача была в том, чтобы сделать так, чтобы все были довольны, особенно я. Как ты вообще видишь свою профессию в ближайшем, ну, или даже, может быть, не в ближайшем будущем? Что будет происходить? Насколько вот распространение, удешевление облачных хостингов влияет на индустрию? Сложно сказать. Сейчас, слушай, это вот такая, ну, ксеносоида-ксеносоида, короче, плавающая, которая... Народ туда-сюда будет двигать вот свои ресурсы, и я это везде вижу. Когда вот у нас там был дата-центр, давайте все захерачим, там, в Амазон куда-нибудь, потом пару лет спустя, а, блин, дорого-дорого, давайте опять, опять в, там, в наш дата-центр колокейшного, или, там, не секьюрный, или, там, еще что-то. Это будет продолжаться, вот, то есть пришли облачные вычисления, они добавили немножко экшена, вот во все это, потому что раньше все хостили все у себя в дата-центрах, и им, ну, все было достаточно скучно, да, с приходом, как раз, этого хостинга или дата-центра, каких-то других вещей, добавилось больше и больше интриги, потому что люди начали быстрее работать, как раз появилась для себя автоматизация, хостинг, клауд, вот, то есть это, это, привнесло новых, новых интересных вещей, но так, чтобы сказать, чтобы, там, знаешь, все уйдет в клауд, нет, они в дата-центрах останутся. Очень многие компании, я вижу, что они, у меня очень много заказчиков, которые, вот, одни, давайте все захерачим в клауд, другие, давайте все обратно в наш дата-центр, третье, давайте вот немножко, вот, тут-тут-тут-тут-там, и вот еще вот здесь поставим, и чтобы было и в наш, некоторые строят свои клауды, а давайте вот у нас будет паблик клауд, паблик клауд, правит клауд, хайбрид клауд, и еще там пару своих дата-центров, в которых вот просто дата-центры сами по себе. Как-то так. Ну да, но вот смотри, понятно, что таким суперзвездам, как ты, ничего не грозит, но не кажется ли тебе, что в целом спрос на системных администраторов падает? А что значит системных администраторов? Ну, они, ну, вот я сейчас скажу, например, меньше вакансий появляется. Да. Может быть. Да. Опять же, сиси админы сейчас просто будут, будет те же самые сиси админы, просто требования к ним немножко поменяются. То есть, если раньше им нужно было просто знать, там, Windows, Linux, там, да еще и хватит, немножко сториджа, то сейчас появятся какие-то, там, определенные требования, там, нужно знать, там, что такое, там, change management, основные там системы, там, там, chef, configuration management, тулы, типа, там, chef, tangible, puppet, assault, там, нужно будет знать какие-то, там, языки программирования, типа, там, питона, или, там, не знаю, JavaScript, или, ну, еще что-то такое, там, система автоматизации, или, там, pipeline, типа, там, Jenkins, или, ну, то есть, будет просто появляться, добавляться новых тулзов, ну, они сейчас добавляются, а вакансии остаются те же самые, если их станет не больше. Тут уже вопрос в том, что те люди, которые раньше занимались системой администрирования, им нужно будет подключить какие-то новые штучки, либо они будут где-то, вот, работать дворниками, поэтому тут все просто, знаешь, естественно, двор. Да. Смотри, ну, сейчас ты находишься на такой высокой высоте. На Эльбрусе. На Эльбрусе. Что бы ты мог посоветовать ребятам, которые только смотрят на то, чтобы, там, пойти, вот, в такую же профессию? Кажется, просто на данный момент, я думаю, для них это недостижимо. Стоит ли вообще ввязываться? И какие ты можешь дать советы, чтобы оказаться где-то рядом? Один простой совет. Не нужно быть, знаешь, синий пядью во лбу, нужно просто херачить. Это вот самый простой, самый эффективный, самый работающий совет. Это работа для меня. Я просто тупо херачил. Все, вот здесь, понимаешь, у меня очень плохая память. Ну, реально, я забываю, там, а мама тебя как зовут? У меня тоже как у рыбки на три секунды. Ну, это не проверяется не только в этом. То есть, я просто какие-то вещи, там, технические, я их забываю. То есть, я там выучил, и вчера сдал экзамен свой синий, на сегодня я уже ничего не помню. Блин, что я вообще учил? Где? Кто вообще? Как это случилось? И я просто тупо сидел и тратил на этом очень много времени. У меня, допустим, была там определенная методика, да, потому что, если ты что-то хочешь выучить, ты должен этому уделить столько времени, чтобы вот ты прям сейчас сел, и вот ты же копаешь отсюда, и пока не выучишь. То есть, если это 10 часов, это 10 часов, если это 2 часов, это 2 часов, если это 3 часов, это должно быть 3 часов без остановки. И вот как раз мне компьютерные игрушки в этом плане помогали, потому что я мог там сесть, там, и по 18 часов в день без всяких проблем, там, просто с красными глазами, там. И это позволило, например, мне очень быстро сдать вот все эти вещи, то есть выучить и сдать, потому что, если ты будешь каждый день тратить, там, по получасу своего времени на изучение какой-то неведомой херни, ты потратишь на это дело месяц или два. А если ты сядешь вот прямо сейчас, и вот до того момента, пока ты не выучишь, не встанешь, это у тебя займет, ну, намного значительно меньшее количество времени. То есть, так у тебя месяц, ну, допустим, в общем, тебя заняло, там, часов 50, да, на изучение этого топика, ну, если вот растяние месяц, а если ты сел прямо вот отсюда и до обеда, у тебя займет, там, 15 часов, то есть, есть, есть разница. Так я и учил. Для того, чтобы стать, вот, попасть в топ-5 или в топ-10 в индустрии? Ну, да, нужно просто, нужно просто очень много работать, вот и все. А сертификаты обязательно? Нет, но помогают. Ну, это, это, во-первых, помогает, с моей точки зрения, они не обязательно, но они очень помогают в части получения новых знаний, потому что, когда ты там учишь на какой-то сертификат, какой-то топик, он мне помогал очень, без них у меня бы ничего не получилось. По одной простой причине, потому что я ленивая собака. Мне нужно было пинать, чтобы меня не пинать, у меня был сертификат, мне нужно до него дойти, понимаешь, мне нужно было взять. Чтобы на него взять, через горы книг мне нужно было пробраться. Пусть я там не все читал, но там пару листок, мне там, о, блин, классная штука, окей, идешь дальше. Ты пожил здесь, потом пожил в Денбери, сейчас в Нью-Джерси. Нью-Джерси, да, молодец. Все правильно выучил уже. Молодец. Лучшее место? Лучшее место? Да. Почему? Плюс и минусы. Потому что горы, потому что воздух, потому что нет влажности, хорошая погода. А есть такой вариант, что ты можешь вернуться в Россию? Ну, я понимаю, что бывают всякие форс-мажоры, но нет. Нет. Ну, что значит, шанс-то, может быть, он есть, но использовать я его не буду. Ну, что-то, что тебя может сильно привлечь в Россию, вернуться. Нет, я не думаю, что что-то может привлечь. Если я куда-то поеду, то я поеду в новое место. Я не хочу ездить в тех местах, в которых я уже был. Я хочу посмотреть мир. Я, как говорило, пообщался с достаточно большим количеством людей по всему миру. И везде есть какие-то классные, приятные вещи, которые хочется увидеть, которые хочется прочувствовать. Я не слишком много путешествовал, по одной простой причине, потому что я задрот. Потому что я задрот, да. И самый простой способ для меня – это вот работать и жить в этом месте. То есть я, например, в следующем месте, я бы поехал в Австралию, в Новую Зеландию. Тем более мне там оттуда уже поступало достаточно большое количество предложений. Вот если тут вдруг как-то все загнется, знаешь, мне скажут, мальчик, ну это с удовольствием, я скажу, ну и не больно-то хотелось. И поеду, возьму билет в один конец и, знаешь, семью в охапку и вперед. Ну здорово, что ты так легко относишься к переездам. Мне кажется, это такое веяние нового времени. Ну а что бы ты мог посоветовать людям, которые хотят переехать в Америку? Ну, что-нибудь было такое, что тебя разочаровало? Да, первое – нужно это не разочаровать. На все один совет. Ну, а он иниверсальный. Что бы посоветовать? Ну, во-первых, нужно найти компанию, с которой переехать. Сейчас-таки, ну, большое множество. Да, можно найти либо по рабочей визе, можно приехать не по рабочей визе, поработать. Можно прикинуться политическим беженцам и сексуальным меньшинством. В общем, вариантов много. Тут такие приезжают, да. Причем, знаешь, я когда думал изначально, когда я приехал в Штаты, я думал, что вариантов-то и вообще раз-два обчелся. Вот рабочая виза, H1B и все. А потом, когда я начал уже здесь крутиться в этом всем, понимаю, что, блин, так вариантов-то на самом деле очень много. Да. Они, может быть, не самые простые, но они есть. То есть не обязательно, знаешь, там, ждать, там, 1 апреля каждый год и, там, искать все компании, которые податся на H1B. Можно приехать, там, не знаю, студентом, да, заплатить, там, 10-12 тысяч долларов в какой-то университет, в котором, там, и можно парт-тайм здесь, парт-тайм, парт-тайм там. Можно, там, выехать в Канаду, там, быстренько получить себе паспорт, потом по специальной канадской визе переехать, там, сюда. Можно, там, где-то, там, в Мексике, где-то обосноваться, там, по их специальной визе переехать, сюда. Можно напрямую получить грин-карты, там, подождать немножко. То есть можно найти себе какого-нибудь, там, мужа или жену, то есть тут, блин, крути, можно выиграть лотерею. Слушай, вариантов, на самом деле, очень много. Ну, конечно, у них у всех есть и плюсы, и минусы, не будем забывать. Есть плюсы, и минусы, да, тут есть маленькие нюансики. Но варианты есть, нужно, не знаю, пообщаться, может быть, с тобой, и ты дашь отличную консультацию по тому поводу, как правильно, так скажем, какой правильный путь выбрать для того, чтобы переехать. Почему нет? То есть нужно использовать все, ну, естественно, нужно пообщаться с тем, кто вот уже здесь живет, и кто об этом все знает. Не знаю, там, посмотреть другие YouTube-каналы, да, не ходить с рекламой. Никуда нельзя с моего уходить, ничего. Не, ну, сперва посмотреть здесь, но вдруг, то есть мир же, он же не оканчивается там одним YouTube-каналом. Да, конечно. Их два. Да, еще второй точно, молодец. Давай пять. Отлично. Ну, а чем ты увлекаешься в свободное время от работы, которое, я надеюсь, у тебя есть? Нету его. Нету. Ну, я увлекался вот горнолыжкой, да, когда был в Денвере. Еще до этого парапланированием. Угу. Тоже там летал на парапланах. Путешествием, хайкинг. Хайкинг очень люблю. Когда был в Денвере, хайкинг просто вообще все мое. Каждые выходные и бегал, и ходил. Что еще? Вот, в Ниджерси хотела заняться серфингом, но как-то, ну, как-то вот у меня не вышло. Потому что очень много работы, и я там прям как-то полез головой, и... Ну, вот, наверное, и все. Очень скучно. Опять же. Нет, почему? Вовсе не скучно. Я вспомнила о том, что когда мы ехали с тобой в машине, мы зашел разговор о собеседованиях, что ты как бы с одной и с другой стороны, ну, понятное дело, что ты собеседуешь, и проходил собеседование. Расскажи вот об этом процессе. Как он устроен здесь? Про собеседование? Да. В смысле, когда я собеседуюсь? Ну, да. И с той и с другой стороны. Когда ты собеседуешь? Ну, я, честно говоря, не люблю. То есть, если я сам собеседую, я никогда не собеседую на технические вещи. Ну, очень-очень редко. То есть, для меня это прям вообще какой-то зашквар, что ли. Ну, потому что я сам не умный, и я вот эти технические вещи, я их не помню. Понимаешь? Поэтому мне на них... Пообщаться с человеком нужно вот посмотреть, какой он сам из себя, посмотреть, хорошего ли он. То есть, мне больше важны вот эти навыки... Cultural fit. Cultural, да. Soft skills. Soft skills. Да. Блин, не знаю, как по-русски, но, в общем, да. Пацан ты или не пацан? Да. Ну, вот и что, для тебя в человеке должно быть, чтобы ты подумал, «О, классно, я хочу с этим парнем или с девчонкой работать». Ну, я вот именно должен так подумать. Ну, какие вопросы ты задаешь? Я просто общаюсь за жизнь, там, чем занимаешься, там, где ты работал, какие там проекты. То есть, я не буду там технические вещи спрашивать. Я буду общаться за... То есть, там, спрошу, там, какие последние проекты, как там решал. То есть, я буду смотреть на склад ума, есть ли там аналитическая часть. То есть, иногда я, конечно, делаю какие-то технические вещи, но очень-очень редко. В основном, мне просто должен человек, либо он мне нравится, либо не нравится. То есть, вот, я общаюсь с человеком, мы, там, с друг другом общаемся. И ты мне задаешь вопросы, которые, ну, вот просто, ты же не можешь сказать, что ты постоянно одни и те же самые вопросы задаешь тому же самому человеку. Ты их задаешь в основании, там, от того, как идет диалог. Ну, у тебя, понятно, там записано. Да, я смотрю. Но есть же какие-то вопросы, которые ты задаешь, там, по ходу беседу. И потом ты можешь сказать, блин, Денчик классный парень. Да? Вот, и у меня то же самое. А когда меня собеседует, ну, бывает разное. В зависимости от позиции, от должности, потому что я... Мне приходят, ну, блин, я не знаю, десятки сообщений от рекрутеров в LinkedIn в день. И на разные, ну, очень разные должности. Там, начиная от какой-нибудь, там, full stack developer или, там, software developer, окончая, там, каким-нибудь, там, супер архитектором или, там, CIO или CTO. То есть, разброс вот такой, потому что я всем этим занимался, у меня все это есть. И у меня, мой профиль на LinkedIn, это прямо вот как, не знаю, как мух на какашке, знаю, привлекает тех рекрутеров. Вот, причем у меня там нет никаких вещей. То есть, это вот может быть, наверное, такой совет всем. Пусть возьмут, посмотрят на мой профиль. И там у меня есть, у меня есть только основные вещи. Это мои сертификаты и мои, там, keywords. То есть, я под каждой должностью у меня есть keywords. То есть, я никогда не перечисляю там, потому что их никто не читает. Вот, честно, я не знаю, ты читаешь как рекрутер или нет? Читаешь? Ну, смотри, да, конечно. Вот, когда вот есть вот там такая портянка. Ну, ее не должно быть, этой портянки просто. Ну, наверное, может быть, у тебя она и может быть. Не-не, у меня, наоборот, нет. У меня просто есть там основные технологии, которые там, Linux, там, не знаю, Cisco, Juniper. То есть, какие-то вендоры, какие-то, знаешь, такие ключевые слова, а только keywords. По которым, кстати, рекрутеры ищут. Да, то есть, мне нужен там Linux, от которого там RHS, который там, какой-нибудь там GlusterFS, который там еще Windows. И ты вот будешь тебе пять слов забивать, и тебе поисковик будет их выдавать. Конечно. Будет результат. И ты, соответственно, будешь смотреть. Ага, вот он тут. А, может, там должность еще посмотришь. Поэтому он должен быть максимально кратким. И говорю, просто посмотреть на профиль, там будет все понятно. И именно вот поэтому он привлекает там просто, не знаю, там, безумное количество людей. Ну, у меня там, конечно, есть определенное количество этих, как, коннекшенов. Да. Я не помню, там, тысяч 17 или 18, я не помню. Вот. Но я не думаю, что это прям очень сильно влияет. Потому что рекрутеры нам пишут, которые у меня не в этих самых, не в коннекшенах. Ну, на самом деле, это действительно тоже влияет. Потому что рекрутеры видят, те, которые пользуются бесплатной версией, они видят свои коннекшены и коннекшены коннекшенов. Поэтому они видят, да, это такой секретик вот этих рекрутеров. Ах, они подлецы. Да. То есть, получается, у тебя очень большой входящий поток, но собеседование проходит всегда по-разному, да? Собеседование по-разному, да, в зависимости от компании. Например, я вчера общался с компанией VMware. Все ее должны знать, кроме Вики. Ладно, я знаю. Не говори. Потом по это самое погуглишь, тебе станет тыдно. Вот. Я с ними вчера общался как раз. Я, кстати, не знаю даже какая должность, честно. Мы это не обсуждали, потому что там, ну, что-то открыли там под меня. И мне, честно говоря, не сильно было интересно. И если еще приятно, честно, я на последние там пять должностей, которые я даже не спрашивал, что это за ложность. Я сейчас спрашиваю, а что делать? То есть, меня никогда не знают, что там какой-нибудь там я должен был, CTO, CEO или там еще где-то. У меня вообще написано в LinkedIn то, что я супермен. Да, да, я видел. Поэтому тут как бы... И мы когда с ним общались, разговор был, ну, как обычно принято у американцев сперва, за жизнь, за погоду, за еще какие-то вещи, там, пару шуток, там, привет, привет, как дела? Давно не виделись. Еще что в этом роде. И потом, когда уже начинаешь общаться про саму работу, ну, под тем же самым вембр, у меня было достаточно все просто. Такой непрележденный разговор, мы этим занимаемся, а, там, ты чем занимаешься? Вот этим, о, блин, там, FlexWork. О, да, я знаю этих парней. А, да. А мы вот этим занимаемся. А, так это вот эти классные парни и ребята, эти классные технологии. Да, 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 да. И вот такой непрележденный разговор, после которого понятно, что либо вот оно вот, либо фит, либо нифига не фит. Либо тебе нравится, либо оно тебе не нравится. Там сам задаешь вопрос, а чем вы там занимаетесь? там какие-то вопросы более такие культурного плана более проекты какие там спрашивать какие там интересные там там проекты есть как выглядит там рабочий ну то есть какие-то такие абсолютно не технические вещи которые которые сразу становится понятно что вот это круто реальная ребята прям заниматься такими вещами что ух и после нашего разговора на променская все классно низко мы завтра общаемся там не завтра во вторник ну что в понедельник labor day общается с своими крутыми дальше понятно как у нас пойдет до этого у меня был еще одну там среду по моему с другой компанией это будет хедж фонд они платили безумное количество денег там что-то около 400 тысяч в год это много и мы с ними очень тоже все классно пообщались технические планы как бы и у них честно говоря то есть с ним пообщался так но ничего ничего не такого не было пациентами с ним говорил когда с главным менеджером и вот там ничего такого не было точно никаких занимается я принципе ну ну да ну окиQUидо крутая к видно это идеал это и делал это и делаю и вот это вот но это я уми add ещё плюс это вот это и у Gian tilx многие характеристические вопросы то есть мы там с ним мы поговорили «по всех по всему, и там и программирование, и про сторож, и про development, и про дизайн, и все-все-все, все, что у нас там в полтора часа влезло, мы с ним про все поговорили. И в конце он сказал, типа, окей, типа, goodbye. И все. Я такой, ну, интересный разговор получился. И потом я звоню рекрутеру, с ним общаюсь, говорю, что, как, как, говорю, фидбэк-то? Фидбэк какой? Он такой, говорит, очень странный фидбэк. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну, в техническом плане, он говорит, ну, просто вообще там выше всех похвал. Я говорю, а что не так? Он говорит, ну, он сказал, что ты был не супер-эксайдед. Я говорю, ну, да, у них там ничего нового для меня нет, у них там, ну, да, но есть у них там вот эта автоматизация, все эти пайплайны, там еще что-то. Я все делаю, чтобы у меня там клинкнуло что-то, ну, нету. Он сказал, ну, вот, типа, он сказал, что, типа, типа, будем искать другого, потому что этот не слишком эксайдед. Ну, конечно, они не хотят, чтобы ты через три месяца поменял. Ну, да, 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 то есть тут тоже есть, тоже есть такая, ну, я с ним поэту тоже поговорю, говорю, ну, если я им дам коммитмент, там, на год, на два, я остановлюсь с них на год, на два, вот. Но они, видимо, ищут кого-то, кто еще вот совсем не до того уровня, и кто еще будет более там эксайдед, что-то там, что-то новое изучить, да. Я думаю, эх ты мой, блин, хорошие были деньги. Найдешь лучше. Да, да. Да, вот расскажи, мы знаем, на каком уровне ты сейчас, на высоком. Где-то, да, двухметровом. Да, действительно, во всех отношениях. Но вот через пять-десять лет где ты хочешь быть? Понятия не имею. Я вот, честно говоря, вот никогда не задумываюсь. Когда мне задают такой вопрос, где ты там хочешь быть через десять лет? Ты херов знает. Ну, где-то здесь, наверное, если получится. Купить домик и, я не знаю, растить сына, жарить барбекю на заднем дворике. А в профессиональном очень сложно заглядывать, потому что у меня жизнь меняется очень, знаешь, я там начинал с сетей, потом двигался как-то в, там, в линукс, потом где-то в сети, потом, ой, потом в облака, потом где-то сторож, потом автоматизация, программирование. И у меня вот, вот, каждые полгода у меня такой стресс делаешь, и там просто, блин, это вообще новый человек. Поэтому сказать, что будет через... Мне страшно сказать, что будет через год. Знаешь, а ты меня спрашиваешь, что будет через пять лет? Я вот понятия не имею. Ну, наверное, что-то будет крутое. Я надеюсь, что, блин, ну, будет еще лучше, еще больше, еще... Я надеюсь, что мне это не надоест. Чего же там будет, ты хер не знаю. Самый щепетильный и любимый вопрос моих подписчиков, я хочу задать тебе. Где деньги? Есть такая, кстати, программа, Навальна, тоже. Где деньги? Да. Ну, нет, конечно же, вопрос в том, сколько у тебя традиционный остается от твоей зарплаты с учетом ежемесячных трат. Очень хороший вопрос и очень сложный, потому как у меня ситуация постоянно менялась в части зарплаты, как я приехал, я там был один, я был здесь, потом приехал в Колорадо, у меня была другая зарплата, я потом сперва был один, потом был не один, а там налоги меньше, там жизнь дешевле, потом в Ниджерси, там тоже одна зарплата и она варьируется где-то. Я могу прям цифры сказать. Если можешь, мы будем рады. Изначально, когда я приехал, у меня зарплата была 130 тысяч. Вот здесь, когда я был один, мне было все хорошо. Ну да, это не плохая зарплата. Потом, когда я приехал в Денвер, у меня настало после определенного времени, там, 160. Вот это мне прям было. То есть у нас все хватало, все замечательно, там, оставались деньги. Ну, для Денвера, мне кажется, это… Да, я не знаю, в процентном соотношении, ну, не знаю, наверное, процентов 40, может быть, потому что мы особо никуда не тратили, то есть там, основные расходы, это машина, да, там, сколько там, тысячи, наверное, полторы было в месяц, потому что мы реализовали, машина хорошая, квартира тоже там была, там, тысячи две, по-моему, страховка там, еще где-то там тысячи двести. Ну, то есть оно накапливалось, но все равно, вроде-то, блин, такие сумасшедшие деньги в месяц, но осталось достаточно очень много. Ну, то есть я скажу, что, ну, оставались деньги, там, не знаю, 23-40 процентов, черт не знает. Да. Но разница была абсолютно ощутимая, когда это было, например, в Москве, и там тоже, вроде, неплохие деньги получал, но вот этот гэп, он достаточно большой. Да, конечно. И в этом плане, в этом плане, конечно, было намного лучше, вот. Потом, когда переехали в Нью-Джерси, там, там зарплата вообще все очень сложная, потому что у меня очень много денег уходит в компанию, в которой работаю, LI9, я там очень много денег оставляю. То есть там… Ты как работаешь и оставляешь, ты им платишь? Ну, что-то типа того, да, то есть на развитие бизнеса, можно сказать. Ага. Вот. То есть, допустим, там получаю, там, 1400, да, я там оставляю, не знаю, там, 1400 там в компании. Ага. Вот. Поэтому… Я сейчас себе оставляю минимум, чтобы так, чтобы хватало, вот, чтобы прожить, можно сказать. Ага. Ага. Но, в целом, кто бы там что ни говорил, да, там, но если даже какая-то определенная работа с минимальной заработной платой, все равно денег будет хватать так, что и по путешествию где-то можно будет съездить, и ни в чем себе не отказывать, и машина у тебя будет. То есть, если мы сравниваем с Россией, например, не каждый себе айтишник сможет позволить, не знаю, Москве или еще где-то, там, машину, квартиру арендовать, там, ездить куда-то, да, постоянно, если ты, тем более, один работаешь. То есть, ну, это реально очень сложно. Ну, да. Ну, у меня, конечно, есть такие комментарии, когда пишут, ну, типа, и чего, я вот зарабатываю столько, у меня остается, там, там, 50 процентов или 70 зарплаты. Ну, вопрос, сколько это 50-70, если это, там, 700 долларов, условно говоря, ну, или, там, пускай, там, 1000 долларов, или это 5000 долларов, то есть, есть разница, правильно? Да, да. Потому что, да, после всех остальных трат есть такие вещи, как путешествия, они для всех регионов стоят одинаково, ну, я имею в виду, что... Нет, здесь путешествия, они, опять же, тоже, ну, мы здесь, в основном, путешествовали, например, мы тоже достаточно много путешествовали, но на машине. Потому что ты взял машину, и здесь, блин, особенно в Денвере, это в середине, и, там, вверх поедешь, там, в Елло Стоун приедешь, там, направо проедешь, там, в Моап приедешь. Ну, то есть, в принципе, куда бы ты ни поехал, везде будет хорошо. И не обязательно куда-то ехать, не знаю, в какие-то задворки, в какие-то другие страны, здесь есть что посмотреть. Здесь достаточно развита культура отдыха внутри стороны, поэтому у нас никаких проблем не было, знаешь. Проблемы были, чтобы здесь что-то вот посмотреть, все, что здесь есть в округе, вздумываться, где куда-то там ездить в другую страну. Поэтому очень многие американцы, они... Не выезжали. Они никуда не ездят, потому что у них, блин, здесь настолько все офигенно, что... Ну, да, красиво и доступно, доступно поехать на машине, хорошо переночевать. И для этого деньги, ну, по-любому. У меня есть знакомый, вот, который был интегратор, они получают, ну, я не знаю, сколько там, по деньгам, наверное, там, тысячи сто. Сто, может, сто десять. И они живут там, кто-то живет здесь, кто-то живет в Техасе, кто-то живет там в Нью-Джерси, кто-то в Нью-Йорке. И им всем хватает на жизнь. Они также снимают квартиры, также снимают, покупают там машины, также путешествуют, никто с голоду не умирает. Там, в Лос-Анджелесе есть, ну, то есть, хватает денег, когда кто-то говорит, что вот я там живу в проголодь, обманывают. И, ну, либо они... Ну, либо они просто не тратят их. Либо они просто тратят их. Да, они просто тратят. Ну, есть люди, которые, которые, вот, зарабатывают столько, сколько они, точнее, тратят столько, сколько они зарабатывают. Ну, прям, знаешь, по-чистую в ноль. То есть, вот, там, получаешь, там, эти 100 тысяч. Ты там, ты знаешь, что у тебя там чистый минарик выйдет, ну, допустим, там, 70-60, 65, допустим, неважно. И ты сразу посчитал, окей, я сейчас могу смело там снимать квартиру, там, за 3-4, там, 4 тысячи долларов в месяц. И найдешь что-нибудь себе такое и будешь снимать. А другой, кто, ну, там, хочет экономить, он, ну, и просто будет в пешей доступности. А другой кто-нибудь, он просто возьмет и снимет подальше, там, в часе езды, ну, за полторы тысячи. Да. И вот отсюда все уходит. Поэтому кто-то говорит, что у них денег не остается, они просто, они просто хорошо живут, всегда тратят. Да, просто хорошо. А те, кто не, ну, говорят, что у меня там 50% остается, ну, да, они просто экономят, у них просто больше денег остается. Да. Вот как-то так. Ты первый человек на моем канале, который поделился конкретными цифрами. Да, блин, чё я тут, как-будто большой такой секрет. Да, это круто, спасибо за то, что ты не постеснялся. Блин, мне не стеснялся. Да. Вот так. Ставьте лайк за это. Всё, всё. Как грёбаные буржуи, которые там живут, хвастаются деньгами. На этом у нас всё. Спасибо за то, что ты сделал небольшой крюк из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. За то, что ты написал мне и поделился. Очень интересный канал, всем рекомендую. Спасибо большое. Мне действительно это очень лестно. И я надеюсь, что эта история, я уверена, что эта история многих из вас вдохновила. Поэтому подписывайтесь на канал. Таких историй, я надеюсь… Здесь говорят правду. Да. Вот, подтверждение. На этом всё. Всем пока. Встречаемся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok